МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскопа. Программа о самых интересных событиях культурной жизни нашего города. Вот сидим мы с тобой, пьем кофе. Честно сказать, я бы с большим удовольствием чего-нибудь съела. Ну такая уж у нас с тобой работа, что иногда некогда крошки в рот положить. Зато иногда можно оказаться в эпицентре кулинарных фантазий. Фантазии кулинаров, которые в этот день съехались из разных районов Рязанской области, действительно оказались впечатляющими. Конкурс профессионального мастерства работников общественного питания проводится в третий раз и является завершением фестиваля кулинарного искусства, который длится в течение всего года. Лучшие из лучших получают возможность представить свои шедевры в финальном конкурсном мероприятии. Сегодня заключительный этап, когда показывают лучшие повара в своем мастерстве и молодые повара. Мы придаем этому большое значение, потому что по-прежнему считаем, что общественное питание является визитной карточкой любого региона. В нынешнем году все финальные блюда исполнялись участниками не просто так. Для конкурса была выбрана тема – гастрономические истории Рязанского края. Мы считаем, что у нас есть чем гордиться, в том числе и старинными рязанскими рецептами, которые мы надеемся сегодня продемонстрируем. 40 мастеров кулинарного дела боролись за первые места в четырех номинациях. Лучший молодой повар, мастер золотые руки, лучший кондитер и лучший пекарь. Как справились участники с домашним заданием, можно было увидеть сразу – постарались на славу. Иногда наблюдателям с трудом верилось в съедобные качества того или иного произведения кулинарного искусства. А некоторые шедевры выглядели настолько аппетитно, что чувство голода, пожалуй, проснулось даже у тех, кто хорошо позавтракал. А вот задание «Черный ящик» оказалось посложнее. Участники прямо во время конкурса получили перечень продуктов, из которых должны были за короткое время составить блюда, способные удивить компетентные жюри. Я пока не знаю, что там будет в «Черных ящиках», к сожалению. И буду по этому ориентироваться. Постараюсь, конечно, что-то из итальянской кухни представить. В результате упорного соревнования звание лучших поваров получили четыре человека. Но в проигрыше не остался никто. Потому что всем вместе конкурсантам удалось достичь главного – хорошего настроения. Вообще, это очень здорово, когда в нашем городе проходят такие нестандартные мероприятия. Ну, мне, кстати, тоже посчастливилось побывать на очень необычном чемпионате, который прошел в кинотеатре «Киномакс». Кто сказал, что кинотеатры посещают только любители киноновинок? «Киномакс» ломает этот стереотип. В этот раз сюда пришли приверженцы активного времяпрепровождения. Ведь игры на платформе «Иксбокс» – это не бездумное эстетичное нахождение перед компьютером. Это прежде всего движение. Мы хотели совместно с нашим руководством из Москвы провести какое-то такое мероприятие, которое бы привлекло людей, любящих не только кино, но и подвижные игры. Чтобы люди поняли, что «Киномакс» – это не только место, где можно посмотреть кино, но и хорошо активно отдохнуть. Таким мероприятием стал чемпионат по играм на платформе «Иксбокс». Согласитесь, события весьма необычные для кинотеатра, но, как видим, желающих поиграть немало. Все они пришли сюда с разными целями. Сравнить свои силы с силами других соперников, смотреть, кто сильнее, и просто получить подарки, веселье. Поучаствовать, получить призы. Я обожаю призы, обожаю конкурсы. Первый основной отдых от всего – от работы, от учебы, от всего. И просто признак расслабиться. И получить заряд энергии. Елена чуть ли не единственная девушка на этом чемпионате. Однако ни один десяток соперников мужского пола ее абсолютно не пугает. Я уже не раз чувствую себя в подобной компании, потому что это мой не первый турнир. Я и в других турнирах участвовала, занимала и первые, и вторые места. Я уже к этому привыкла, это моя жизнь. А вот Максим играет всего лишь второй раз в жизни. Однако он побил все рекорды – 94 забитых мяча. До этого играл в кафе, в одном пробовал. Понравилось, интересно было. В этот раз попробовал, даже в этот режим не играл, но затянуло, как-то пошло. Уже понял, как можно обмануть вратаря. И пошло до 94, дошло вот так. Футбол и бокс – игры отборочного тура, которые должен был выявить сильнейших. Ну а потом их ожидало самое сложное – танцы. Кстати, как оказалось, подобные мероприятия привлекают не только подростков, но и людей постарше. Просто в наше время, когда я был там маленький, у нас таких игрушек не было. Играли только так, а это что-то попробовать. Что-то необычное такое. Я считаю, что игры на платформе и бокс, и им подобные, интересны всем возрастам, потому что каждый взрослый всегда остается в душе немного ребенком. И такая игра позволяет ему раскрыться, отдохнуть и душой, и телом. Поэтому эта игра интересна абсолютно всем. Каждый участник, вне зависимости от занятого места, получил призы от кинотеатра и его партнеров. Ну а теперь нам остается с нетерпением ждать, какие же еще развлечения придумают сотрудники Киномакса для рязанцев. Ну, Мариш, давай не будем забывать и о более традиционных событиях, о которых мы обычно рассказываем в нашей программе. Хотя на этой неделе даже они оказались не совсем такими, как всегда. Вот, например, выставка в художественном музее, как мы думаем, заслуживает особого внимания. Сто лет назад, в 1913 году, в нашем городе появился настоящий художественный музей. Теперь, спустя век, можно с уверенностью говорить о том, что Рязанский областной музей имени Пожалостина входит в число крупнейших региональных музеев в России. И, наверное, сложно представить, что многотысячная коллекция произведений искусства 15-20 веков когда-то начиналась с гравюр и рисунков одного человека – Ивана Пожалостина. Одной из сложившихся в музее традиций стала традиция сотрудничества с крупнейшими музейной страны. Мы планировали, что представим здесь произведения, лучшие произведения из фондов наших коллег, музеев Российской Федерации, с которыми мы давно сотрудничаем. Значим для музея опыт работы с коллегами из региональных музеев. За последнюю четверть века количество так называемых обменных выставок из фондов других музеев значительно увеличилось. Это постоянные посетители знают очень хорошо. Достаточно охотно нам доверяют свои работы и Третьяковская галерея, и исторический музей, музей имени Пушкина на Волхонке, и многие другие. Но вот из всех музеев Москвы мы остановились на коллекции Государственного исторического музея. Этот музей наш, пожалуй, самый любимый и самый надежный партнер, поскольку мы сотрудничаем с ним, с его фондами около 30 лет. Нам повезло личные контакты с хранителями отдела изобразительных материалов, которые также заинтересованы в том, чтобы их работы, их коллекции были представлены и в других городах, они охотно откликнулись и предоставили нам 10, ну, я бы без сомнения сказала, лучших полотен из своих коллекций. Это произведения Валентина Серова, Константина Коровина, Сергея и Константина Маковских. Первоклассные произведения. Выставка музея-партнеры состоит из картин, которыми гордятся музеи Москвы, Воронежа, Тамбова, Липецка. Каждый из 40 представленных экспонатов представляет особенный интерес. Выставка разноплановая. Здесь произведения живописи, графики, прикладного искусства, скульптуры из фондов различных музеев. Тем не менее, она получилась очень цельной, потому что объединяет ее прежде всего одно время. Это конец 19-го, начало 20-го века, рубеж веков, который еще называют искусством Серебряного века. Практически в это время формировались коллекции всех российских музеев, так же, как и нашего. Работа выставки продлится до 2 марта. Так что увидеть, как местные рязанские акценты вписались в общую картину исторического развития русской культуры, успеет любой желающий. Ну а теперь информация для малышей и их родителей. Сейчас мы расскажем вам о том, что приготовил театр кукол в завершении уходящего года. В черном-черном доме, в черной-черной комнате. Пожалуй, каждый из нас помнит страшилки, которые всегда так любили рассказывать друг другу дети, особенно с наступлением темноты. Юных любителей острых ощущений ждет сюрприз от театра кукол. Мистическая сказка для самых смелых. Называется «В старом-старом замке». Эта поучительная страшилка о призраках, тайнах, приключениях и, конечно же, о любви стартовала на сцене 28 ноября. Наш театр первый, с кем вообще встречается маленький зритель, человек. То есть наш театр сейчас приходит зрителям даже с двух лет. Хотя мы ориентируемся все-таки и говорим, что наша целевая аудитория – это с 4 до 10 лет, но, тем не менее, все чаще и чаще к нам приходят детки двухлетние. Поэтому мы первые, кто знакомит вообще человека с искусством театра. И для нас это очень важно. Режиссером новой постановки выступил художественный руководитель театра Валерий Шацкий. В его спектакле можно увидеть действительно жуткие эпизоды – кладбище, скелеты, висельники. Вот только юные зрители пугаться не спешат и с азартом принимают участие в театральном действии. И правильно, ведь спектакль как раз показывает – бояться чудовищ совсем ни к чему. Единственно оправданный страх – это переживание о здоровье близких людей. Братцы! Да вы что ж, всю деревню, что ли, нарядили? Эх, эх, оху, оху, хитрые! Нет, 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 нет. Получай! Где ты лезешь, да? Где ты лезешь, Владимир? И M.P тоже! Должен молчать! И ты даже получай! У нас, товарищ, хитрость! Своя таблость не веется! После проведенных работ по реконструкции возможности театра расширились. Произошло переоснащение всего сценического пространства и оборудования, результаты которого зрители могут оценить, побывав в старом-старом замке. Сюрпризов стоит ожидать и от новогоднего представления, премьера которого состоится 21 декабря и обещает быть совершенно особенной и нестандартной. Наш спектакль называется «Новогодние игры в сказочной стране». Это такой парафраз к предстоящим в нашей стране в Сочи Олимпийским играм. И наш театр оснащен сейчас самым современным оборудованием – световым, звуковым, мультимедийным оборудованием. Мы будем использовать в новом спектакле все наши возможности по максимуму. Еще одна приятная новость. Спектакль «И наказание» по Достоевскому стал номинантом престижной театральной премии «Золотая маска». Работу отметили сразу в пяти номинациях. Лучший спектакль, лучшая работа режиссера, лучшая работа художника и две актерские работы. Наш актер Василий Уточкин в роли Раскольникова и актер Владимир Коняхин в роли Порфирия Петровича. А это лишний раз подтверждает – театр кукол – совершенно волшебное место, где чудеса могут случаться как с самыми маленькими зрителями, так и со взрослыми. Новоторская ярмарка за шубой – меховая выставка, которая представит вам более тысячи изделий из натурального меха с 11 по 15 декабря в цирке. Более 10 лет Новоторская ярмарка торгует шубами в крупнейших городах России. Основа успешной работы – богатый выбор красивых шуб и выгодные цены, качество и разнообразие модных моделей. Перед вами шубы из мехового лоскута, классического мутона, нутри, овчины премиум. Все теплые, красивые и практичные. Что почем? Изделие из мехового лоскута «Белла» вам обойдется в 15 980 рублей. Женская классическая мутоновая шуба «Графиня» в 27 980 рублей. Мужская шуба «Техас» стоит 21 980 рублей. Шубу изнутри «Золотой олимп» с капюшоном вы купите за 35 980 рублей. Шубу из овчины «Премиум аристократка» с воротником и манжетами из норки за 39 980 рублей. Самые высокие цены на шубы из русского соболя. На Новоторской ярмарке с 11 по 15 декабря в цирке будут продаваться роскошные куртки, манто и длинное пальто из соболей. Самым любимым мехом у покупателей Новоторской ярмарки является норка. У нас в организации учитывают следующие параметры. Первый – это тип норки. То есть какая, откуда эта норка, с какого бушного аукциона – североамериканская, российская, китайская или скандинавская, например. Очень влияет на цену цвет изделия, сложность изделия с точки зрения дизайна. И, конечно, количество шкур, которое идет на изделие. Вот так строится цена базования на Новоторской ярмарке. На Новоторскую норку в дни ярмарки с 11 по 15 декабря в цирке будет действовать скидка 20 тысяч рублей. Так, шуба императрица с горжеткой из лесу за 210 тысяч рублей со скидкой вам обойдется в 190 тысяч. Добро пожаловать за шубой! Новоторская ярмарка работает с 10 до 7 часов вечера в цирке с 11 по 15 декабря. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами на следующей неделе в калейдоскопе новых, почти новогодних событий. До встречи! Подчеркнуть красоту, сохранить молодость помогут вам мастера маникюра и педикюра, парикмахеры, специалисты массажа и косметологии с медицинским образованием. Салон красоты «Белая зависть». Звоните 46 49 30. Салон красоты «Белая зависть».